Всем привет меня зовут Евгения и сегодня вы на канале вкусно ТВ. Будем готовить с вами вот такой потрясающий турецкий десерт. Если вам интересно как же это приготовить, то пожалуйста оставайтесь со мной и поехали. Сула, 1 кг сут, 1 кг сут, 1 кг сут, 50 г маргарин, 1 кг сут, 1 кг сут. Сула, 1 кг сут, 1 кг сут, 1 кг сут. Сула, 1 кг сут, 1 кг сут, 1 кг сут, 1 кг сут, 1 кг сут. Обычно это 1 литр, посмотрим сколько в стаканах это будет, также 50 г масла где-то нам понадобится. И чуб для немножко кокосовой стружки и крем шанси можно обязательно, посмотрите. Добавляем муку, там уже сахар есть, 1 литр молока и мука. Добавляем муку, там уже сахар есть, 1 литр молока и мука. Можно добавить ванильный сахар, либо цедру апельсина или лимона для аромата, но это уже в конце. Сейчас ставим на плиту. Сейчас постоянно помешиваем для того, чтобы оно не взбивалось в комки и готовим до такой густоты. Сейчас берем поднос, либо вот как у нас это противень и куда мы будем выливать и делать наши сладости. Сейчас вот так хорошенько плотным слоем высыпаем кокосовую стружку. Здесь у нас 50 грамм. Посмотрим, вся ли уйдет или нет. В общем, меньше. Грамм 35-40 ушло. Вот так плотненько-плотненько посыпали стружкой. Постоянно машем, не отходим, все время мешаем, потому что очень оно может быстро пригореть, как бы пристать ко дну и сбиться в такие комки, потом сложно их разбивать. Поэтому старайтесь вот так, не отходя, варить. Стараюсь сделать поменьше звуков, потому что у нас такой венчик, который, может быть, некоторым людям шкребет по нервам. Так что, на самом деле, этот десерт очень просто делается. Любой человек из вас может сделать. Плюс ингредиенты все простые, которые практически у каждого. Это молоко, сахар, мука. Это есть у всех. В серединку, то есть, начинку можно сделать... У нас будет крем шанти, это такой крем порошковый, который разбавляется с холодным молоком и взбивается, и получается такой густой. На вашем месте можно сделать, в принципе, взбить сливки, холодные охлажденные сливки и добавить сахар и взбить. Либо же вообще ничего не добавлять. Посмотрите. Может быть, в России или где-то у вас тоже есть готовые крема, которые тоже с помощью молока буквально за 2 минуты готовятся. Так что смотрите, ищите. Также еще можно сделать, например, один стакан какого-нибудь сока, апельсинового, либо вишня, сок. Чуть-чуть добавить сахара по вкусу, чтобы было такое сладенькое. И одну с горкой, даже можно полторы ложки крахмала. Крахмал берем кукурузный, либо рисовый. И это все дело тоже варим до загустения. И потом вторым слоем, как начинку, можно сделать вот такой фруктовой. Фруктовую начинку. Вот, поэтому смотрите, на ваш выбор. Можно сделать даже из фруктового фюре, например. Тоже взбить вместе с сахаром какую-нибудь клубнику, например. Добавить туда немножко жидкости, чтобы оно было такое достаточно жидкое. И с крахмалом тоже сварить такой густой крем. Фантазируйте, пробуйте. И если используете где-то в чем-то крахмал, в сладостях, то всегда желательно использовать кукурузный, либо рисовый. Потому что картофельный крахмал, он дает привкус. Такой не очень приятный, поэтому лучше все-таки его заменить. Ладно, я буду дальше продолжать все взбивать, мешать. И встретимся с вами немножко позже. Смотрите, уже закипает наш кукуруз. Добавляем масло. Желательно использовать сливочное масло, не соленое. И вот так все хорошенько перемешиваем, пока все стоит еще на плите, на огне. И выключаем. И аккуратно все хорошенько размешиваем венчиком, даже можно в принципе миксером, чтобы не взбивалось все. И масло уже растворилось. Вот так, все перемешиваем. И вот так, все перемешиваем. И вот так, сразу все перемешиваем, аккуратно. сейчас будем ждать пока она остынет полностью потом в общем будем делать крем шанти и все это заворачивать красивый красивый рулетик так что ждем пускай так мы взбили сейчас наша крем шанти это мне понадобилось 1 стакан 200 миллилитров ледяного молока всыпаете туда пакет шанти и взбиваете миксером вот до такого состояния то есть он достаточно такой видите неподвижный наша основа уже остыла мы ее поставили в холодильнике она уже полностью холодная сейчас будем аккуратно наш крем наносить на общем смотрите основа наша на полностью уже холодная если его потрогать видите она такая уже прям практически застыла и сейчас вот так аккуратненько выкладываем наш крем и полностью растягиваем его ровным слоем по основе выкладываем крем и одинаковым слоем его будем раскладывать по нашей основе если нет такого подобного крема можно взбить сливки а можно вообще без без крема или как я уже говорила попробуйте сделать из фруктов это будет тоже очень вкусно я оставлю видео внизу ссылку где мы делали с апельсиновым желе очень вкусно и очень очень просто вот что нас приблизительно должно получиться это такой ровный слой крема сейчас разрезаем на одинаковые части ровненько стараемся сразу я разрезаю на накрест так и переворачиваем так и дальше тут уже зависимости и в общем разрезаем на такие полоски одинаковые сразу на окрест и потом каждую на длинненькие полосочки думаю вам видно берем немножко лопаткой или в общем чем вам угодно и удобно немножко вот так вот по краям так и с помощью лопатки заворачиваем аккуратненько рулет не нажимаем чтобы он не ломался хотя это в принципе не страшно и вот такой большой рулетик у нас получился можно еще сверху посыпать больше кокосовой стружкой и будет вообще просто красота на самом деле смотрится потрясающе красиво и очень легкий очень нежный вкус еще раз покажу начинаем например с этого края с помощью лопатки аккуратненько не зажимая чтобы не ломалась и вот так крутим крутим просто подталкивая и все вот какая красота готова сразу же с помощью лопатки берем аккуратненько и переносим на тарелочку можно делать поуже как вам больше нравится так начнем отсюда начинайте с краев и проверяйте что в общем они не пристали что все в порядке потрясающе выглядит просто изумительно вот такой рулетик и продолжаем так совсем кстати можно даже сюда положить например мелко помолтые орешки можно даже какие-то кусочки ягод не очень мелкие в общем пробуйте экспериментируйте можно сделать разные разные слои и будет очень интересно и вкусно и вот посмотрите какая красота получилась очень мягкие буквально просто нежнейшие десерты получается красиво можете украсить различными ягодами которые у вас есть больше посыпать например кокосовой стружкой добавить какие-то орешки внутри добавить какие-то тоненькие маленькие кусочки а это это разограмма сейчас так в вот Продолжение следует... Продолжение следует...